Водовскому институту иностранных языков Почта Донбасса сегодня, 31 августа 2016 года, проводит мероприятие специального гашения марта номер 46 Горловский институт иностранных языков и серии высшеучебных заведений Донецкой Народной Республики. 15 сентября 1949 года на базе преподавательского состава Белоцерковского педагогического училища был основан Горловский педагогический институт иностранных языков имени Надежды Константиновны Крупской. Начав свою историю с двух факультетов, ВУЗ постепенно развивался и работал над расширением и усовершенствованием своей материально-технической базы, увеличением лицензионного объема специалистов, введением новых специальностей. В содружестве с ведущими университетами мира и под руководством лектора доктора филологических наук профессора Светланы Александровны Кочетовой в институте продолжает свою работу фонд «Русский мир», деятельность которого направлена на популяризацию русского языка и литературы, русской культуры и национальных традиций. Горловский институт — это сплоченный профессорско-преподавательский коллектив и талантливые студенты, которых мы сегодня видим в зале. Итак, с огромным удовольствием разрешите объявить о вводе в обращение к художественной почтовой марке. Это поистине исторический момент, и отныне марку номер 46 будут ассоциировать исключительно с горловским имьятом. На марке изображен первый корпус Горловского института иностранных языков. Номинал марки — 14 российских рублей. На конверте первого дня эмблема «ИЯ» изображена эмблема Горловского института иностранных языков. Лицевая сторона конверта окрашена в светло-красный цвет, и по всему конверту изображены элементы эмблем факультета. С обратной стороны конверта — краткая информация о горловском имьяте. Стоимость конверта первого дня будет составлять 7 российских рублей. Специальный почтовый штейнер первого дня будет действовать и применяться только сегодня, 31 августа 2016 года. И прежде чем мы приступим к самой процедуре специального гашения, хотелось бы предоставить слово министру связи ДНР с Виктором Вячеславом Вячеславом Яценко. Добрый день, друзья! На самом деле, действительно, очень гордимся такими мероприятиями, потому как наши дети, наши потомки будут изучать историю, и в том числе по почтовым знакам, нашим маркам, которые мы выпускаем. Они будут спрашивать родителей, дедушек, бабушек, что такое была ДНР и как она начиналась. А начиналась и протекала она в том числе и, наверное, в определенной мере благодаря вузам, нашим высшим учебным заведениям, которые здесь развиваются, которые дают знания, которые дают платформу для молодежи. А если не будет молодежи, то не будет государства. Поэтому это очередная рекордная точка в нашей истории, которую сегодня мы ставим, и я надеюсь, она будет жирной и для нас, и для наших поколений. Слово предоставляется заместитель главы администрации города Корловки Жилковой Виктория Викторовна. Здравствуйте, дорогие друзья! Очень приятно, что на нашем городе такое произойдет. Спасибо большое за то, что вы к нам приехали. Я надеюсь, что действительно наши дети будут справлять это событие. Мы участвуем в развитии в истории на самом деле, и этим нужно гордиться. Мира всем благополучия! Надеюсь, что это не последний раз, но мы будем проследить и все наши заведения тоже присутствовать на данных марках. Спасибо. Слово предоставляется первому заместителю министра образования и науки Донецкой Народной Республики Ушакову Михаилу Николаевичу. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, товарищи профессора, товарищи преподаватели, гости, мне очень приятно, так сказать, участвовать в таком знаменательном событии, как, так сказать, переход в историческую плоскость вашего прекрасного учебного заведения. Дело в том, что весьма символичным является тот факт, что наше государство, делая эту марку, ставит упор на мирное заседание, на то, чтобы увековечить высшее учебное заведение. Вы знаете, можно по-разному судить о государстве, но если государство заботится об образовании, о науке, о культуре, то тогда оно имеет, так сказать, перспективу. Я бы еще привел слова известного ученого, академика Вернадского, который когда-то сказал о том, что победит только то государство в войне, которое имеет хорошее образование, науку и инновации. Так вот, весьма символично то, что в историю пойдет эта марка именно гордовского. Время предметов, которое мы видим, что у нас есть такая высокая честь, чтобы выходит марка с изображением нашего института, выходит конверт с изображением нашего ферма. на котором написано «Лаборес парен анорес» – «Труды рождают почести». Это тот девиз, которым работает весь коллектив нашего института. Коллектив работает упорно на протяжении очень многих лет. Именно сегодня исполняется 67 лет нашему институту. И спасибо большое Министерству связи за то, что вы придумали такую инициативу замечательную. Создание целой серии марок вуза Донбасса. Спасибо большое Министерству образования и науки за то, что наш институт оказался в частях первых, ради которых и в честь которых, собственно, выпускается эта марка и конверт. Для нас это большая честь, мы гордимся этим. Спасибо за то, что мы, наши усилия, наша работа оценены под остеренством. Спасибо. 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 Уголком на голову выставим по рисунку. Уголком на голову выставим по рисунку. Уголком на голову выставим по рисунку. Уголком на голову выставим по рисунку.